Дорогие друзья, приветствую вас на своём канале. Сегодня солнышко. Вот так, солнышко и тучки в перемешку. То пропадает, солнышко, то опять появляется. Вот здесь у нас вот приезжали наши друзья, собрали виноград мы Изабеллу. Всё, они вино себе поставят. Вот и Валера потом это вот всё обрежет, верхушку полностью. Здесь будем накрывать сеткой, потому что уже сил нету лазить здесь высоко. Тяжело это всё обрабатывать, лазить. И сделаем вот здесь, вот я уже говорила, вот так же сделаем. Вот так вот, аккуратненько. И там же будет у нас Изабелла. Никуда он не денется, нам его хватит покушать или вот или так что-нибудь сделать. Вот. А здесь вот уже ещё стол стоит. Не убирали. Не убирали пока. Я не убираю пока там листья. Там безобразие такое, потому что Валера будет обрезать. Смысл-то сейчас листья убирать. Опять здесь будет такое безобразие такое. Ну, ничего, всё потом уберу. Чистенько будет. Отодвинули цветочки. Что-то не мешали, собирались. Собирали, когда виноград. Так, вот здесь вот недавно ездили мы с друзьями, с дочкой. Ездили здесь у нас недалеко парк имени Букреева в Гончарке. Буквально километров 10, по-моему. Не больше. Даже поменьше. И вот там набрали. Я шишек набрала. Вот. Хочу так под гортензию или ещё куда-нибудь украсить. Главное, главное хвои набрала. Вон, смотрите, какая. Там много лиственных. Лёлок, лист. Лиственницы. Прям вот красота. А ещё вот, смотрите, насобирала такой вот грунт под лиственницей. Смотрите, кислый. Сейчас хочу под голубигу. Ну, насколько хватит. Потом ещё раз съездим, ещё раз наберём. Прям прелесть. Такой мягонький. Весь рыхленький. Ну, прям вот вообще, конечно, ну, так прилично, прилично насобирали. Сейчас пойду укрою голубику, а гортензию вот этим вот хвойным опадом. Вот голубички мои. Голубика стоит так красиво. Раскрашивается уже. Видите, какая красивая. Там сорта разные. Это, наверное, ранее вот окрасился. Там где-то более позднее. Вот, хотя накладывали мы торфа. Прям много-много полное. Видите, вот осело. Он ещё осел, да и ещё с самого растения, наверное, покушала хорошо. Вот сейчас хочу вот вот этот вот немножечко доложить. Прям вот сюда, вот прям на ёлке. Пусть он так будет там. Они сгниют, эти вот веточки. Ну, и сейчас вот так вот по всему кругу подсыплю в эти вот горшки. У нас они сорокалитровые. Конечно, бы её побольше можно было бы садить. Ну, пока сорокалитровые хватает. А там видно будет. Вот так вот получилось. Вот. Это, я считаю, такая кислая земля, потому что под лиственницей была. Вот. И пускай потом на весну питание будет. За зиму. Оно ещё немножко умнётся под дождиком. Ой, хорошее так вот. Лучше даже, чем покупной этот торф. Видите, какая красота. Прям вот весь вот такой рассыпчатый. Ну, вот голубичку мы сделали. В гортензии сейчас пойдём их этими ёлками, веточками, иголочками будем сейчас укладывать. Хочу показать. Здесь вот ещё у нас обрезы у Алиры вот это вот. Юра приходил, наши друзья приезжали. Юра обрезал нам вот эти груши, чтобы вверх они сильно не росли. вот, потом ещё вот там немножко потом подрежут уже зимой макушки. Вот. Мы их не выращиваем вот, как вот у соседей по, не знаю, сколько она там, груши, метров семь, наверное, высотой, да, больше. Потому что груши там не достанешь, а они практически свежие не падают. Потом, когда они уже перезревают, тогда уже начинают падать. А когда ещё такие хорошие, когда их надо собирать, они не падают. И там вот мы, ну что, ещё три метра можем достать, а выше уже нет. И пускай, да и дерево нагрузка большая. А так вот аккуратненько и деревце, и всё нормально. Так, сейчас здесь вот сколько получилось веток. Так, здесь вот Валера уже там у нас с забора пересадил инжир. Вот. Ещё вот этот осталось перенести отсюда. Тоже вот яму уже выкопала. Вот. У нас был такой морозец небольшой. Видите, как вот инжир уже скукожился, скукожился. Ну, ягодки сейчас ещё есть, ещё ходим, кушаем. Вот. Вот они висят. Может, такой страшненький листики. Вон ягодки есть. Ещё. Ну, то он уже мягкий, спелый. Ещё клубнику едим. Вон, клубничка какая красивая. Ну, прям достаточно крупненькая. хорошенькая клубничка. Будет сорвать, покушать. Хорошо у меня прижились гибискусы травянистые. Ну, сейчас уже потом они будут отмирать. Корни, я думаю, что они нарастили. Весной уже там несколько стеблей полезет. тоже вот инжирчик уже весь такой стал страшненький. Ну, ладно. Вон, несколько яблок висит, покраснели, красивые такие. Сейчас на веточках прям так на листиках таких скукоженных висят. Красные красиво смотрятся. Надо собрать самые стойкие яблоки, которые не отпали. Вот, гортензии. Это я мульчировала их хвоей из-под той. Когда чистила той, я их вот так прикрывала. Сейчас хочу еще прикрыть вот этими елками, иголками от елок. Хороший, прям будет мульча такая отличная. И вот сюда тоже сделаю. Они потом за зиму перегниют и будет все, будет питание гортензии. Какая красота получилась. За зиму перегниет. Там столько мульчи, даже только один мешок еще пока. Но там у меня еще заборчика две гортензии. Сейчас сюда еще подсыплю. И вот здесь вот тоже крупнолистную подсыпала. Ахвои такую мелкую собирали. Хорошая она вон какая. Надо потом поедем еще взять, потому что весной она уже плохая, перегнивает в парке. Дочка может приедет, еще съездим в парк погуляем, еще наберем. На следующий год опять мульчировать. хорошо я довольная. Столько мульчи принесли. А то здесь нигде хвойников нету рядом, а там прям много всего. Бананы еще растут, смотрите, вот так чуть-чуть. Я в том году их в декабре срезала. Пусть они еще питание там у них в корень получают, питание клубень. Пусть они растут. какие-то уже подзасохли листья какие-то. Потом буду спиливать. Надо отдельный день, чтобы их спиливать, утилизировать, резать и в компо складывать. Здесь Валера убрал инжир и пересадили клематис, который возле винограда у нас был. Здесь сеточку такую купим, натянем. Здесь пускай растет клематис. Да и не так будет от забора. Сетка все-таки немножко притеняет. Не так будет жарко от забора. Еще хочу под самарскую лидию сейчас там почищу. Под ней тоже ее хвоей засыпать. И вот здесь у меня вот такая гортензия. Тоже метельчатая. Такие до сих пор стоят красиво, даже засушенные. И вот сюда тоже хочу насыпать хвои. вот все теперь подложила аккуратненько. Позимует. Надо опять этот плющик. я его подрезаю. А вот эти, которые еще наверх, я их вот туда вот так просовываю, чтобы они ровненько росли. Здесь вот недавно же делали с вами вот такую решетку. Я вам показывала. Вот продлевали. Вон уже веточки отросли. Веточки отросли. вот их можно я их вот так вот туда вот вот так вот делаю. Они вот обвивают заборчик. Так красиво получается. А лишнее, что здесь идет вот так вот за гортензией. Это я все подстригаю. Конечно, надо следить за этим. А то он хорошо разрастается. Сейчас пошел в рост. Вон какая веточка. Сейчас ее туда загоним в дырочку. вот с той стороны сюда. И получается так переплетает заборчик хорошо. Тут тоже надо туда. Эти пусть еще подрастают. Подрастут вот так вот. Вот так вот сейчас. Вот. Вот оно будет все. А там потом макушка уже когда подрастет вот как вот это я буду обрезать. И пусть он будет так вот расти. Если ветра не будет с речки зимой. Тоже самарскую лидию подсыпала. Сейчас мне осталось еще пойду наверное в горшках там у меня есть еще одна гортензия крупнолистная. Я ее насыплю ей хвоей немножко. Вот такой барбарис становится красивым еще больше более оранжевым. Там вот видно барбарисы украшают осенний сад. Весной я их подстригу сейчас не буду немножечко их подровняю поаккуратнее чтобы они росли. он еще хризантенка радует вот какие крупняшки. Ей сейчас самая погода такая ей радовать. Сейчас еще раз хочу хиноцейку вам показать. смотрите как все еще цветет и цветет. Красотка крупные такие у нее вот это сортовая хиноцея крупные у нее такие соцветия. Он еще набирает тоже одна тоже скоро будет свистеть радует глаз. Вон еще яблоки яблочки здесь тоже надо пособирать крупные сейчас они созрели на ветках сочные сочные на дереве созрели прям такие сладкие получается. хочу показать вам дихондру дихондру как-то я в прошлом году садила в горшочке ее не могу понять то ли семечки оттуда может быть в горшочке я на забор здесь вешала с дихондрой я сюда ее не садила как вот она у меня здесь очутилась без понятия вот эта серебристая дихондра и вот за лето прямо она у меня здесь вот так вот разрослась надо ее немножечко прополоть прополю я ее вот и прям так хорошо разрослась бархатцы ну замерзнут конечно сходят не вовремя до весны не хотят подождать до весны и вот она вот здесь вот так вот у меня разрослась но я ее не буду домой забирать замерзнуть замерзнуть нет так нет посмотрим проэкспериментируем вот такая вот красотка серебристая пусть растет ладно пойдем дальше дальше мне надо сейчас еще одну гортензию подсыпать вот гортензия еще у меня тоже стоит листики такие красивые у нее это пильчатая гортензия но я ее не буду садить сейчас в грунт я буду ее заносить в подвал когда будет холодно вот эти у меня тоже уже меленькие гортензии подросли надо полить тоже буду их в подвал они маленькие как наросли это мне подружка давала черенки они у меня уже как выросли хорошо подросли это букетик все стоит долго стоят очитки ну вот подсыпала немножечко тоже хвои вот эту наверное хвою я посмотрю может быть оставлю на весну вот эти шишки шишки я точно наверное на весну оставлю потому что они сейчас могут погнить их некрасиво а так они будут украшать у меня еще годик пока не совсем они не расквасятся наверное точно посушу сейчас их и пусть они у меня а может быть наверное выложу наверное точно сейчас принесу корзину и выложу в корзину пусть они у меня так сохнут в корзине такая лесная красота получилась ой музыка ветра что-то туда съехала вот такая красота получилась да пускай сок мы сейчас наверное на солнышко выдвину а то они в пакете запреют шишечки а потом можно будет их горшок украшать гортензиями и так просто куда-нибудь их положить значит жара была и в парке тоже деревья бедные от жары мучили все лето так что даже шишек кстати не так уж и много таких хороших ну вот как пособирали такие пойдет пойдемте посмотрим как у меня я же пересаживала не пересаживала а садила да черенковала то есть вот эту цинерарию Валера мне здесь скопал я ее накрывала вот этими вот корзинками вот неделя прошла что там с ней ну что-то я их по несколько штучек по несколько веток их вот ну нормально вот что-то уже наверное прижилось да не не надо мокро пусть приживается вот вот так вот посадила будет красиво такой вот так по периметру красиво будет смотреться она неприхотливая что траву полоть так какая-то какой-то цветочек будет неприхотливый жароустойчиво и красиво будет представляю как красиво будет он листья падают падают он уже груши облетает пока не трогаю я листву я раньше как-то все ходила сразу все убирала а сейчас нет зачем себе себе работу лишнюю делать если сухо будет у меня есть такая листодувка и вот ей буду продувать в одну кучку и собирать ну посмотрим вот Валера это тоже вот они грушу спилили макушку замазал вон видите как полгруши спилили так листовый это тоже банан ой а бананчики это все подрастает вам каждый раз показываю ну конечно же они не вырастут меня люди спрашивают нет конечно вон цветочек уже такой пожух немножко бананчики ох сейчас немножко поближе вам покажу бананчики то вон уже какие ну конечно же они не созреют еще немножко и уже все вон вот сейчас ночью уже холодные все равно красиво красиво такой цветок на такой ножке получился интересно так мне люди спрашивают у вас бананы не зреют нет конечно же конечно не зреют как же они могут зреть у нас же не Африка ну в Сочи там какие-то и то в Сочи то такие сорта не такие большие как такие маленькие бананчики говорят созревают там лет это большое заморозков нет вон дерны еще дерны стоят у нас еще такие вот зелененькие зелененькие так вон еще все персики еще зеленые стоят мороза не было у нас где-то еще рядом говорят в Ханской подмораживало а у нас не было у нас все еще деревья зеленые стоят совсем зеленые яблони зеленые все им прям еще им хорошо клубника все растет и растет ой опять полоть надо господи ну ладно желтая начала зреть что-то так долго она вкусная вот эта малина желтая вон она какая каким-то с таким сананасовым вкусом ну длинная высокая мы даже ее уже не подвязываем вот они по земле ветки уклонятся ой сейчас я вам покажу вот смотрите какая красотка малинка желтая вот такая сладкая сладкая ну мало ее красную надо пособирать вот эти веточки отрастают от старых веток вот они получается давно я не ходила я на неделю здесь не ходила ничего некогда было то болели то путешествовали по горам но у нас здесь видите какая красота сейчас возьму чашечку соберу вот здесь вот еще веточка такая так-то здесь уже видите все уже а вот они отрастают под низом веточки маленькие можно покушать малинку сейчас пойду насобираю немножко ой какая ох ты боже ты мой какая красота вот эта ветка ладно дорогие друзья пойду я делами своими заниматься дома немножко показала походила с вами ой сейчас еще розы покажу вам еще розы ой какой здесь аромат стоит аромат во все он еще смотрите они еще все цветут и цветут нескончаемая вот эта флорибунда молодец вот эта прям такая хорошая ну ладно на этой красивой вот прям ноте я заканчиваю сегодня свой репортаж всем всего хорошего до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...